На предыдущих лекциях мы говорили с вами о стилях обучения. Этой модели, которая была предложена Бернис Маккарти и охватывала различные интеллекты или различные стили обучения. Позже эта модель была переработана замечательным американским педагогом Марлин Ла Февер в применении к педагогической деятельности. Сегодня мы с вами поговорим, какие методы можно использовать для каждого стиля обучения. Мы выделили учеников с развитым воображением, аналитически развитых учеников, учеников с преобладанием здравого смысла и также динамических учеников. Рассмотрим, какие методы и какие способы обучения наиболее характерны для каждого из типов и как это можно использовать в вашем собственном обучении или в преподавательской деятельности. Ла Февер подчеркивает, что если мы принадлежим к какому-то стилю обучения, то язык этого стиля понятен нам лучше всего. Как правило, мы пренебрегаем методами, которые понятны для других стилей. Это особенно важно, если вы занимаетесь педагогической деятельностью. Потому что ученики в классе не подбираются вам по характеристикам стиля. Как правило, они обладают своей индивидуальностью и сильно отличаются от вас. Поэтому задача учителя сделать так, чтобы материал был доступен для каждого из этих стилей. Поэтому изучая стили, обращайте внимание не только на то, что характерно для вас, но особенно на те признаки, которые противоположны вам или кажутся наиболее непонятными. Потому что выбор методов обучения для этих стилей, которые отличаются от вашего, будут наиболее сложным для вас. Давайте рассмотрим все по порядку. Итак, какие методы изучения характерны для каждого из стилей? Ученики с развитым воображением с удовольствием пользуются наблюдением и рассуждением, высказывают свое размышление, участвуют в групповых обсуждениях на тему актуальных жизненных вопросов. Они любят рулевые игры и проигрывание различных ситуаций жизни. Они сочиняют истории и рассказы. Они рисуют и делают поделки. Основным вопросом, который интересует учеников с развитым воображением, является вопрос «почему?». Почему происходит то или другое? И они ищут ответ именно на этот, поставленный им вопрос. Что же касается учеников-аналитиков? Какие методы наиболее приемлемы и понятны для них? Аналитически развитые ученики, у которых блестящая память, с удовольствием заучивают наизусть. Они слушают наставления и лекции. Они участвуют в диспутах, отстаивая свою точку зрения. Они с удовольствием анализируют информацию и делают презентации. Они занимаются изучением различных позиций, тем и мнений. Они занимаются тематическими обсуждениями. В целом, ученики с преобладанием аналитических способностей с удовольствием отвечают на вопрос, что произошло, что было в сути того, что происходило, или кто, какие люди были задействованы в тех или иных вещах. Они любят факты и любят знания как таковые. Что касается учеников с преобладанием здравого смысла, их интересы немного отличаются. Такие ученики с удовольствием задействуют следующие методы. Занимаются исследованием. Они решают задачи различного уровня сложностей. Они самостоятельно изучают различные вопросы. Они решают логические задачи. Используют компьютерные игры в обучении. Они разрабатывают проекты. Проходят тесты. Принимают участие в подвижных играх и задачах с движением. Основной вопрос, на который ищут ответ ученики с преобладанием здравого смысла, это вопрос, как я могу применить эти знания сегодня. Динамически развитые ученики относятся совсем другой категории. Как мы говорили, сфера их интереса принадлежит не сегодняшнему дню, а будущему. Какие методы наиболее характерны для них? Они решают нравственные дилеммы. Они участвуют в студенческом самоуправлении. Делятся идеями в процессе мозгового штурма. Они участвуют в творческой переработке идей. Они разыгрывают ситуацию с открытым концом. Участвуют в ролевых играх. Исследуют ситуации из жизни, или так называемые кейсы. Они принимают участие в ток-шоу на сложные темы. Динамические и развитые ученики прежде всего ищут ответы на вопрос, что из этого может получиться. Они направлены в будущее и нацелены на развитие. Мы уже говорили с вами, что для каждого из стилей обучения характерны определенные приемные методы. Но вместе с тем, кроме того, что мы знаем о стилях обучения, существуют и другие классификации людей, другие их особенности, например, ведущие каналы восприятия. И эту информацию тоже нужно учитывать, когда мы говорим о подборе определенных методов обучения. Давайте посмотрим, какие методы обучения подходят визуалу, аудиалу, кинестетику и дискрету. Наиболее естественно для визуала будет рассматривать картинки, образы, видео или рисовать какие-то графические представления материала. Для аудиала подадут все, что связано с слышанием. Это чтение, рассуждение, обмен мнениями, прослушивание музыкальных произведений. Кинестетики больше задействуют свои органы движения. Им нравятся подвижные игры, им нравится что-то строить, конструировать или переживать на собственном опыте. Теперь наша задача, как преподаватели или как учеников, которые осведомлены о своих особенностях, подобрать те методы, которые наиболее подойдут и которые будут наиболее понятны для людей с каким-то определенным стилем и обладающие определенными особенностями восприятия. Давайте посмотрим, какие методы подойдут ученику с преобладанием здравого смысла, с различными каналами восприятия. Для примера рассмотрим урок истории, в котором рассматривается время 100-летней войны. Для визуала будет наиболее понятно, если мне предложат составить схему военных сражений, нарисовать карту или подвижную схему, на которой будут направлены основные направления ударов и то, какие сражения будут проведены. Для аудиала можно предложить подобрать и прочитать те стихотворения или те поэтические произведения, которые были посвящены 100-летней войне, или, например, предложить ему исследовать оружие и узнать, какие звуки издавало это оружие и как звучал бой, когда он проходил в то время. Для гинестетиков можно предложить разыграть сцены из этой битвы или при участии других учеников представить одного ученика и другого ученика как определенные страны и разыграть бои и происходящие события в схематическом виде. Как вы видите, что разнообразие методов может послужить добрую службу для того, чтобы ученики различных стилей, различных каналов восприятия могли наиболее эффективно учиться. А теперь практический вопрос. Каким образом можно использовать эти методы в нашей достаточно традиционной системе образования? Я должна сказать, что в последнее время даже в школах вводят такие образовательные моменты, как проекты. По каждому уроку классу предлагается сделать какой-то проект. И в рамках проектов можно ставить абсолютно различные задачи и можно решать их различными методами. Поэтому использование проектной деятельности дает большие надежды на то, что особенности учеников будут задействованы и в российской системе образования. Успешной вам учебы!